Всем привет ребята, добро пожаловать в мир цветных чернил и ваших рисунков. Для начала хотел сказать спасибо всем тем, кто поздравил автора нашего канала Катерину с днем рождения и поблагодарить за ваши замечательные открытки. Вы самый лучший зритель в мире. Кому тортик? Ох нет, спасибо, у меня уже все давно слиплось. Борис, отнеси спрячь в холодильник, скоро день святого Валентина как раз и пригодится. Привет мальчики, вы что о любви говорите? Эй, Алиса, ну разве что о любви к сладкому? А ты с какой целью интересуешься? Понимаешь, я хочу Валентинке в этом году всем-всем-всем подарить и мне бы хотелось рисунки подобрать, которые больше всех подойдут. А я хотел выяснить кое-что тоже на тему любви. Вот смотри, Алиска, есть обычные люди, а есть милые пушистые котики и собачки. Что будет, если их соединить вместе? Оборотни? Нет. Монстры? Да нет же, более научное название. А, Фури. Точно. Так вот, ребята, вопрос к вам. За что вы любите Фури? А я думаю, тут все просто. Во-первых, они милые. Вот, сам посмотри. Во-вторых, у них, как правило, хорошие фигуры. Вот, пожалуйста, тебе пример. И в-третьих, они сильные и ловкие, потому что являются частично животными. Плюс многие из них одеваются лучше, чем мы с тобой. Я-то ладно, у меня скромный гардероб, бантик, сапоги и перчатки. А в твоем шкафу люди, между прочим, пропадают. Нарния по сравнению с твоим вместилищем платьев покажется душевой кабинкой. Не слушайте его, ребята, я каждое утро ломаю голову над тем, чтобы мне одеть. А теперь помоги мне рисунки для обложек валентинок подобрать. Ой, да без проблем, я мастер во всяких подборах. Смотри, вот отличная валентинка для фанатов фандома 13 карт и персонажа Вару. А внутри можно поместить вот этот комикс. И человек сразу поймет, что ты его любишь, во-первых, а во-вторых, еще и комикс почитает. А если у тебя есть подруги-близняшки, вот эта открытка для них идеально подойдет. Тут тебе и обнимашки, и Франция, сплошная романтика. Вот валентинка для одноклассника оленя. Внутри можно написать, я тебя люблю, мой олененок. А вот эта самая идеальная обложка, ее можно без всяких надписей подарить, и так все понятно. Этот набор валентинок подойдет для друзей, которые любят смотреть аниме. Главное, сердечек побольше налепить. А если они любят аниме и еще еду из Макдональдса, у меня для них кое-что найдется, смотри два в одном. А если нужна валентинка для любительницы платьев? Я знал, я знал, что ты сама себе даришь эти горы открыток. То? Нет, это мои поклонники мне дарят, и вообще я не для себя. Окей, сделаю вид, что поверил тебе. Вот, пожалуйста, для модниц Эдгар в стиле аниметян. Или, например, самый огромный источник любви Энджел даст любая девчонка. Любая девчонка будет рада такой валентинке. Эти два рисунка идеально подойдут для любой модницы. Главное, опять-таки, не забывать побольше сердечек туда клеить. Я же сказал побольше, еще больше. Ой, нет, это уже перебор. Все, Алиса, хватит тебе обложек. Иди подписывай свои валентинки и для меня не забудь парочку. А то, знаешь, как-то Борису с Иксушей все время больше всех дарят. Даже Сэмми в прошлом году 10 штук получил. А мне только три досталось. Две из которых я сам себе прислал. Только ты никому не рассказывай. И не спрашивай, зачем. Бедняжка, я тебе пять валентинок сделаю в стиле Майнкрафт, чтобы никто не догадался, что они от меня. Спасибо за поддержку, Алиса, ты лучшая. Так, ребята, мы разобрались, кто дарит валентинки мне и Алисе. Мы делаем это сами. А кто дарит валентинки вам? И вообще, напишите, дарил ли вам хоть кто-то в жизни валентинку. Если нет, то не забудьте поставить лайк под это видео. А если да, то напишите об этом в комментариях. Конечно же, скрыв имя Валентина. А для тех, кто не любит День Валентина, всякие открытки, уси-пуси и все такое, картинки-загадки. Первая загадка самая легкая. Это Санс и Папайрус. А скажите, пожалуйста, из какой игры они к нам пришли? Картинка-загадка номер два. У этой игры образовался огромнейший фандом. Назовите мне ее, пожалуйста. А если вы знаете этого персонажа, то можете написать и его имя. Картинка-загадка номер три, которая для наших зрителей вообще легкотня. Игра, в которой очень-очень-очень много чернил. И последняя загадка немного посложнее, но я думаю, вы с ней справитесь. Игра, в которой есть много разных карт, много разных заданий. И тоже квадратные человечки, но это не Майнкрафт. Как это не Майнкрафт? Майнкрафт, это же наша жизнь. Ты знаешь, я себе даже дом построил. В смысле дом построил? Ты же у нас на студии живешь. И вообще, откуда ты деньги взял дом построить? Ты что, балбес? Я в Майнкрафте его построил. Ха-ха, понятно. А я думал в реальной жизни. А еще я поиграл в Амонкас. Я был предателем. Прям сразу зашел, и мне повезло. И я выиграл, ты представляешь? Молодец, Иксуша. А критику ты мне принес? Конечно, я на все руки мастер. Я все сделал. Вот смотри, прекрасная кисонька. Какая фигура, какой хвостик, прическа. Вот только уши у него вывернуты не в ту сторону. А все остальное просто прекрасно. И фон, и тени. И даже ее большой зеленый глаз. Ангелочек Равен из Аупа Батиму. Неплохие крылья, одежда неплохо нарисована. Даже несмотря на отсутствие складок. Единственное, мне кажется, размер ноги нужно сделать ему побольше. Иначе этот бедняга упадет. А если сюда добавить облака и божественное сияние солнца, или какие-нибудь райские ворота на задний фон, то картина будет закончена. Если автор не умеет делать облака, то можно спросить у Нади, откуда она взяла такие правдоподобные облака. И почти правдоподобное солнце. А, я кажется, понял. Она импровизирует. Молодец, Надюха, так держать. Кого я еще забыл сегодня похвалить, конечно же, этого автора. Посмотрите, какой стала его русалка. И руки у нее выросли. И прическа стала ярче. И чешуя интересней. Жаль, только попа похудела. Эту рубаху я конфискую, она мне очень понравилась. Иксуша, она фломастерами нарисована. Эх, жалко. Ну ничего, я ее стирать не буду. Ага, еще лучше вырезать с нее этот рисуночек и повесить его в рамочку. Тогда он точно дольше сохранится. Ой, все, у меня, кажется, на критику больше ничего нет. Я могу идти. Подожди, подожди, Иксуш, а как тебе вот эти прогрессы? Могу сказать, что Винди стал выглядеть намного лучше, взрослее. Стал симпатичным парнем. А вот этот кот? А кот вообще стал похож на тигра. Но для большего сходства надо было его прям так и рисовать в такой же позе. А что ты можешь сказать об этом рисунке? Да что тут говорить, безэшка просто потрясающей девушкой стала. Прическу поправила, а лицо плюс 100 к красоте. Я уж не говорю о ее руках, ногах и платье. А что ты можешь сказать про этих мужчин? Тут и говорить нечего, это же образцы стиля. Посмотри на идеально уложенные волосы. Одежда холл-хорса это мечта любого джентльмена. Я уж молчу про его ресницы. А как тебе наш Семен? Семен всегда был на высоте, а на этом рисунке он еще выше. Но я бы отметил красоту не только Семена, но и Бориса и Алисы. Короче говоря, клевый рисунок. Спасибо, Иксуша, ты меня прям выручил. А кто еще хочет мне помочь покомментировать рисунки? Я тебе с радостью помогу, если ты мне разрешишь забрать эту кофточку. Алиса, я думаю, Альгира будет против, тем более она боевая девчонка, она так просто не сдастся. Ну, хорошо, а если я заберу вот этот серый пиджачок? Алиса, ты что, там же кладбище нарисовано, это же монстр, он тебя сожрет. Ох, ну можно я хотя бы его шляпку заберу? Вот шляпку можешь забрать, потому что я точно знаю, что это улыбающийся человек. И раз он улыбается, значит он должен быть добрым, в отличие от этого дерева. Спасибо, спасибо, спасибо. А что прокомментировать? Ну вот, например, еще несколько прогрессов. Могу сказать, что у нее заметно улучшилась прическа и, конечно же, ее одежда. А вот стекло в 18-м году было более реалистично. А эта снежинка, ей 23 года. Она волшебная и снежная, женского пола. А еще у нее такие потрясающие шортики, что невозможно глаз отвести. Так-так-так, Алиса, отводи свои глаза и смотри дальше. Как тебе эти коты? Ты бы какого выбрала? Я бы выбрала рыженького и синего. А я бы выбрал беленького, несмотря на то, что он весь в бинтах. А что тебе нравится в этом рисунке? Конечно же, его небрежно расстегнутая рубашка. И прекрасные глазки. А на этом рисунке кто тебе нравится больше всех? Хоть я и боюсь паучков, но я отдам ему свой голос. На самом деле, главный герой здесь не паук, а персонаж по имени Марк. И он проводит челлендж. Например, в пятый день Оз с лучшим другом. И как мы понимаем, у него нет друга. И поэтому на следующий день он выходит в белье и купальнике, чтобы найти себе друга. А вот Дио знает, как найти друзей. Он выходит на пляж, начинает строить замок. И вот первый друг, который предлагает ему ракушки. Потом второй друг, который зовет его на рыбалку. А после купания и рыбалки они пойдут в Макдональдс. И наконец-то что-нибудь закажут. А этот зеленый с ирокезом оказался не таким уж и жадным. И когда Абдул попросил у него дельфина, он втихаря ему все-таки его подарил. Но только пока никто не видел, чтобы у него потом все бесплатно не расхватали. Дорогу, дорогу, я женщина с ребенком. А я отец-одиночка с тремя детьми. А ну-ка быстро отошла, я ж мать. Ой, подожди, а здесь собачки ссорятся. Алиса, тут не все собачки. Например, вот это существо кошечка, точнее котик. А это еще один прогресс. Девчонка сменила юбку на брюки и обзавелась пистолетом. А зачем мне пистолет? Наверное, чтобы отгонять злых демонов. А ты знаешь, Алиса, почему у нее волосы такого цвета? Наверное, она сходила в салон и покрасила их? Нет, Алиса, это у нее болезнь такая. А этого персонажа зовут Мика Катеева. Она любит рисовать, а не любит несправедливость. Ей 14 лет. Если ты сделал добро или зло, то она вернет тебе тем же. Так что, люди, делайте побольше добра, и оно к вам обязательно вернется. Я могу сделать добро, прочитать вот этот комикс. Значит, стоим мы такие на твоем смертном адре. И Митли спрашивает, Бенди, хорошо ли тебе? Ой, батя, хуже некуда. Бенди, на тебя упал шкаф, и тебя не спасти. Скажи что-нибудь перед смертью. Я вас люблю, говорю я. И кардиограмма начинает медленно пикать, а потом и вовсе пищать без остановки. За что? Ну за что нам это? За что, за что? За то, что заставляли меня много работать и присылали мне пачками рисунки. Но ведь на тебя упал шкаф. Правильно? А что было в шкафу? Не знаю. Куча рисунков, из этого шкаф переполнился и упал. Мой лорд, я закрепил ваш шкаф очень надежно, поэтому можете туда хоть тысячами рисунки складывать, он никогда не упадет. Ой, ну спасибо тебе, Сэмми. Я тут пытался у ребят слезу выжать, чтобы они меня пожалели. Лайк поставили там, комментарий написали. Или еще лучше поделились этим видео. А ты тут, я шкаф прибил. Простите, мой лорд, я хотел как лучше. А если ты хочешь как лучше, давай прокомментируй вот этот прогресс. На мой взгляд, фон стал лучше, интереснее, звезды добавились. Плюс, заяц больше стал похож на зайца, а не на зайца, вылезающего из чьих-то кишков. Поэтому второй рисунок однозначно признается лучшим. Сэмми, а ты любишь котиков? Конечно, люблю мой лорд. И не только котиков, но и птичек. Но только нету. А что бы ты мог сказать об этом рисунке? Мой лорд, это прекрасный экземпляр изящности. Ее синее платье отлично сочетается с ее сиреневыми волосами. А мне понравился этот уютный фон. Напоминает теплую летнюю ночь. А вот еще один рисунок, который напоминает о жарком лете. А вот эти девчули похожи на Алисиных родственников. Возможно, именно так выглядели бы ее дочки. А на этом рисунке изображены уже мои родственники. И, возможно, одного из них вы вспомните. Даже старичка Кола нарисовали. А я, наконец-то, обзавелся новым свитером. А если взглянуть сюда, то можно вспомнить еще парочку моих братюнь. Это Анти и Эйр. А если посмотреть на этот рисунок, то можно вспомнить, что я борщ забыл выключить. У-у-у, Сэмми-Сэмми, беги быстрее. А что происходит здесь, сразу и не поймешь. Но если присмотреться, то можно увидеть, как Гладос отмечает день рождения. Что произошло с белым шифром, нам неизвестно. Но, возможно, его проткнул импостер. Или компостер. А может быть, вот этот зеленый человечек. А напоследок нам с вами надо узреть еще супермашину. Не знаю, что она производит. Но выглядит очень интересно. Возможно, на ней производят эти великолепные косы и шьют замечательную черную одежду. Для самых элитных демонов нашего канала. Этот рисунок нам напоминает о том, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал. А вот эти драконы говорят мне о том, как же я проголодался. Что съел бы целую деревню. Надеюсь, у нашей хозяюшки по имени Сэмми борщ все-таки не сгорел. И мне удастся сейчас покушать. А всем нашим зрителям, которые досмотрели до конца этот ролик, поставили лайк. И я говорю огромнейшее спасибо. Желаю отличного настроения. Всего самого-самого лучшего. Если вы не нашли свой рисунок здесь, то пересмотрите еще раз. А если вы, пересмотрев, все равно его не нашли, значит его очередь еще не подошла. С вами был Бенди, а весь мир наших цветных чернил. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok